Всем привет! Обратил я внимание, что некоторые мои друзья и подписчики пользуются такой интересной оснасткой, как асимметричная петля. Она же несимметричная петля. На самом деле снасть очень популярная у многих любителей фидерной ловли. И она очень эффективна на реках со средним и сильным течением. Обнаружил, что у меня на канале до сих пор нет видеоролика, как изготовить такую снасть. Поэтому сейчас восполню этот пробел. Как и другая обычная фидерная оснасть, асимметричная петля делается очень просто, буквально минут за пять. Ну что, приступим! Для изготовления этой оснастки мне потребуется фидерная кормушка. Вот в моем случае это 110 грамм. Также кусок лески около метра и поводок с крючком. Сперва сгибаем леску ровно напополам. И вот здесь на изгибе сверху делаем петельку двойным или тройным обычным узлом. Узелок не забываем смачивать, чтобы при затяжке у нас не сгорела леска. В дальнейшем в эту петельку мы будем петля в петлю ставить поводок с крючком. После того, как петелька готова, начинаем крутить леску в разные стороны, чтобы у нас получалась вот такая вот спиралька. И таким образом делаем отвод приблизительно от пяти до десяти сантиметров. Отводик готов, чтобы он не развязывался. Здесь также обычным двойным или тройным узлом опять же все это дело завязываем. Также не забываем смачивать. Вот такой, друзья, отводик для поводка у нас получился. Теперь берем кормушку и продеваем ее через любой край нашего будущего монтажа. После того, как кормушка одета, сдвигаем узелок приблизительно на 3-5 сантиметров. Но это в зависимости от хода, который вам нужен. То есть вот таким вот образом. Далее отступаем приблизительно около 30 сантиметров. И здесь делаем опять же двойной или тройной узелок. Также не забывайте смачивать и подтягиваем. Вот в итоге что у нас получилось. Затем более короткий хвостик можно смело отрезать. Теперь можно к краю лески привязать карабинчик с вертлюжком и крепить его к основной леске. А вот в эту петельку одеваем петля в петлю уже крючок с поводком. Поводки могут быть разной длины, поэтому и делается петля в петлю, чтобы на рыбалке вы смело могли уже без всяких трудностей выбрать поводочек, который вам нужен. Прелесть такой оснастки в том, что даже самая маленькая поклевочка у вас будет передаваться на фидерное удилище. Вне зависимости будет поклевка от берега или к берегу. Также эта снасть очень отлично будет держаться на сильном течении. Толщину основной лески я специально не стал говорить, потому что каждый уже может подобрать под свои условия обзлобной самостоятельно. Но не забывайте, что сам поводочек с крючком должен быть тоньше, что при зацепе у вас оторвалась не вся снасть, а только крючок. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях обязательно. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых видео.